Восстановить темпы роста региональной экономики на уровне не менее 3% и выйти на показатели занятости населения не ниже 2018-2019 годов. Такая задача стоит перед правительством Тверской области до конца 2021 года. Прогноз социально-экономического развития Верхней Волжьи на ближайшие три года был рассмотрен во вторник, 20 октября, на заседании регионального кабинета министров, которое провел губернатор Игорь Руденя. Подробности в материале нашей съемочной группы. Борьба с пандемией коронавируса не снимает задачи по дальнейшему социально-экономическому развитию Верхней Волжьи. С этого заявления, открывая очередное заседание регионального правительства, начал губернатор Тверской области Игорь Руденя. Как подчеркнул глава региона, в текущем году в непростой эпидемиологической ситуации по поручению президента России Владимира Путина на федеральном и региональном уровнях реализованы беспрецедентные меры поддержки ключевых отраслей промышленности. Малого и среднего предпринимательства. В результате региону удалось сохранить запас прочности, который формировался на протяжении последних четырех лет. Обеспечена реализация приоритетных для региона инфраструктурных и инвестиционных проектов. Наш агропромышленный комплекс продолжает демонстрировать позитивную динамику, являясь одним из ключевых драйверов экономического роста в нашем регионе. Несмотря на пандемию, не сократился оборот розничной торговли, сохранился рост объема строительных работ. В соответствии с прогнозом, к концу 2021 года планируется восстановить темпы роста региональной экономики на уровне не менее 3%, выйти на показатели занятости населения не ниже 2018-2019 годов. Это позволит обеспечить ресурсы для достижения на территории Тверской области национальных целей развития страны до 2030 года, установленных указом президента Российской Федерации. Со своей стороны мы очень четко понимаем, что работа по созданию новых рабочих мест и непрерывное участие в привлечении инвесторов дает нам возможность не снижать занятость населения, не снижать наши, так сказать, показатели. Отдельно Игорь Руденя выделил показатели, которые демонстрирует сельскохозяйственная отрасль. Так ожидается, что индекс физического объема сельскохозяйственной продукции в 2020 году составит 109,9%. Это больше 47 миллиардов рублей. В 2019 он был равен 107,2%, то есть немногим больше 41,5 миллиарда. Тенденцию предполагается сохранить и в ближайшие годы благодаря реализации знаковых инвестпроектов предприятий агрофирмы Дмитрова Гора, Коралл, Румелка Агра. В 2021 году в Тверской области по прогнозу впервые показатель по объемам продукции в агропромышленном комплексе превысит 50 миллиардов рублей. Впрочем, несмотря на объективные успехи, ряд направлений требует более усиленной работы, считает губернатор. Необходимо увеличить, существенно увеличить объемы жилищного строительства для граждан, проживающих или хотящих приехать на территорию Тверской области. И второй аспект, то, что мы сейчас достаточно наблюдаем, это нехватка молодых специалистов. Это необходимость скорректировать работу высших учебных заведений, в том числе это касается медицины. В малом и среднем бизнесе в ближайшие три года предполагается обеспечить рост субъектов предпринимательства. Сейчас общий оборот малых и средних предприятий составляет более 335 миллиардов рублей. А по прогнозам к 2023 году он вырастет до почти 416 миллиардов. В прогнозе также отражена позитивная динамика инвестиций в основной капитал. Так, в следующем году их объем ожидается в размере 92,5 миллиарда рублей. Объемы экспорта в течение ближайших трех лет планируется нарастить до 412,9 миллиона долларов США.